Приветствую всех зрителей канала Not Enough Strategy. У микрофона ЛАЙ. Добро пожаловать на карту Springtime, где мы с вами посмотрим на противостояние двух игроков в рамках ладдера V3 Champions. Слева сверху появляется корейский игрок за нежить До Юх Юн, Телан Испортс Лабиринт. Его соперник Немецкий Хуман Леон Хог, играющий за Фантом Эйсос. Леон, соответственно. У него такой же никнейм, как и его настоящее имя. Леон. Поэтому, получается, он Леон Леон Хог. А может, у него читается фамилия как Ходж? Или Хоги? Короче, в любом случае матчап Хуман против Фан Деда. Один из самых интересных матчапов на данный момент. И этот матчап сейчас принадлежит Хуманам. По большей части. Большинство игроков профессионального и полупрофессионального уровня это признают. Ну, там, скорее, делится так. 50% полупро и про говорят, что матчап в пользу Хуманов, а другие 50% говорят, что 50 на 50. Причем, самое интересное, сами Хуманы говорят о том, что матчап в пользу Хуманов. А Ун Деды, например, 120-й. Говорят, что 50 на 50. Хэппи говорит, что это в пользу Хуманов матчап. Ну, короче, меня не разделились, но это уже тут точно не доминирование андедов, как было раньше. Так было очень много лет. Сейчас с патчем 1.31, когда Хуманам добавили новый апгрейд для Рыцаря и новую Орву, уже все началось меняться, и к патчу 1.36, на котором мы сейчас смотрим эту игру, уже получается так, как получается. Итак, у нас Лабиринт тем временем защищает Натурал. У него из артефактов кольцо плюс 3 и перчатки скорости. Леон видит, что Лабиринт играет у нас в Экспанд. Сам Леон тоже играет в Экспанд, между прочим. Немец любит Экспанды ставить против андедов. Я вообще не помню, чтобы он играл, если честно, в одну базу. Слушайте, я вообще не помню, чтобы Леон в принципе играл в одну базу. Мне кажется, он в каждом матчапе пытается ее поставить, но я могу ошибаться. Хм. Или мне просто не попадались игры, где Леон в одну базу играет. Ну ладно. Лабиринт-то понятно, он любит играть макро, поэтому... Поэтому он и ставит дополнительную базу, тем более на спрингтайм. Это грех не поставить, и очень легко дефать. Прям очень легко. И как раз из-за вот этих проходов в основном, конечно, ломится отсюда. Отсюда только самые извращенные, то... все равно здесь просто дефаться с одним проходом глобальным. Вот здесь можно много прокси ставить, да, например, магазины какие-нибудь между базами, варкшопы, если ты хуман, лорницы, если ты есть. Ну, короче, много здесь вариаций, и карта спрингтайм как раз-таки поощряет макроигру. Есть неплохой Харас от Лабиринта, он убивает уже троих рабочих и футмена. Еще один футмен там впал смертью храбрых. Лабиринт пытается отконтролить, он пока ничего не потерял. Еще один футмен падает. И еще один. Прям очень хороший Харас от Лабиринта. Он ничего не потерял. Убил, сколько получается, четыре? Пять пехотинцев и троих рабочих. Если я правильно посчитал и не сбился со счета. Потому что я могу сбиться. Все-таки я не технарь. Как гуманитарий. Нафига себе у Леона 520 АПМ. 520 АПМ, лол. Нихрена себе, он там кликает прям активно. Интересно, у него пальчики не устают. Лабиринт знаю, что у него преимущество очень нагло переходит в Тир-2. Хотя нет, он сначала Некрополька здесь поставил, потом Тир-2 переходит. Тогда уважаю. А может, одновременно. Даже если одновременно, то у них тоже неплохо. То есть, он не вкладывается, например, дополнительную защиту на Экспанде. Он вот заимел преимущество и сразу пытается снаглеть, чтобы еще сильнее укрепить это преимущество. Но ли он не из простых парней? отменяет Некрополь своему сопернику и харасит экономику золотодобычи. Правда, он весьма вероятно потеряет здесь как минимум одного футмена. Тем более, мана на нову есть! Падает аж два пехотинца одновременно. С другой стороны там рабочий лабиринт подставился и тоже умер. И лема тоже удастся забрасывать это то, забрать этот тонный Экспанде для лича. И уже к четвертому стремится Нейс Дейтернал. Вообще, с четвертым левелом у Леона начнутся проблемы, потому что там уже появится Дарк Ритуал, уже можно будет бесконечно почти восстанавливать ману в очень больших количествах. Это, конечно же, неприятно Хуману. И интересный момент. Обычно, когда играются два в два, Хуманы быстрее переходят в Тир 2 из-за того, что они харасят нон-стоп андедов. Но тут ситуация совсем другая. Здесь именно лабиринт опережает своего соперника в технологиях. Ну, кстати, не сильно, но все же опережает. Так что вот этот харас, который здесь был, полегло очень много пехотинцев и рабочих, прям прям удался. Буквально чуть-чуть не хватает лабиринт до 4. Здесь Артемак заимел себя Шредера. Успеет ли добить? Опа! Нет, не успевает, но это точно минус футмен. Артефакт в виде кристалл бола просто валяется. Ой, борьба за артефакт. Смотрите, блочит. Блочит ли он, чтобы кристалл бол не взял лич. И он достанется именно Холману. Не тот артефакт, за который вот так сражаться надо было, но это лишняя голда для обоих игроков. Голда лишней не бывает как раз-таки. Прикольная по рельефу карта Спрингтайм на самом деле. Реально прикольная. Уже финдов добавляет лабиринт. Да Йохьон в гарг переходит. Что? И финдов и гарг возможно это мисклик. Допускаю эту возможность, потому что гарга заказывается на ходке А. если вы активно окликаете через атак мув входите по карте, то случайный до заказ гарги это в принципе нормальная тема, достаточно регулярная, но возможно лабиринт ее специально построил против зепелина соперника. Это я тоже допускаю. Но мне все-таки кажется это мисклик, потому что если ты изначально в гарг не играешь, то обычно ты их вообще не строишь. А тут именно Финдов делает корец. Уже есть грейт на атаку, делается второй и также грейт на защиту, что тем временем у Леона. У Леона вышел Монтан Кинг, и оба игрока вот прям друг перед другом сейчас скрипятся, два воркшопа и два барака еще добавляет Леон, и переходит в Тер-3 также. Опа, окружается здесь, кажется, Лич. Неплохое окружение от немца. вопрос выживет Леон. Там есть еще один Койл, есть еще один Болт, но по-моему хватает все-таки урона здесь Леону, в итоге умирает основной герой Андеда. Левел получил буснайд, у него есть мана на Койл, будет ли он тратить Финда, будет? Очень странное и опрометчивое решение от Лабиринта, но тем не менее Финд спас за счет тайминговой закопки так бы он упал. Держу в курс. Ой, Леон, кажись, добил, если мне не показалось. Огромага. Если добил, то вообще прикольно. Третьим героем Дарк Рейнджер, вообще любопытное решение. Лабиринт не собирается играть в макро, он будет душить. Если по-моему прям был сущим макро-ундедом, он бы Дредлорда взял, который вертолётики и танки прям сметает. Мне нравится, как Леон играет, то есть активно он контачит с андедом. Это очень важно. Почему? Потому что это в минус андед. Потому что не дай бог вот так потерять Деснайта, то там можно потерять абсолютно всё, но повезло, что есть инвол. Я очень много игр так сливал, что хоманы приходили с Маунтен Кингом, кидали болт в Деснайта и окружали. И каждый последующий болт ознаменовал килл. Ой, какой микроконтроль от Леона, но Маунтен Кинг всё равно умер на базе. Что? Ладно, я тоже могу допустить. Короче, я очень много игр сливал именно когда играл 2 в 2, что приходит Маунтен Кинг, окружает тебе Деснайта. Без Деснайта ты не можешь хилить, соответственно ты теряешь юнитов, а хоман хомана пофиг, он разменивается как раз на футменов и позже у него и ты с грыдами 1-2 охренеть добавляются и ты не можешь сражаться, то есть ты вынужден сидеть в базе, потому что только в базе ты можешь нормально драться с хоманом. А хоман чистит твои точки вокруг. В итоге у меня часто случилась такая ситуация, что у меня лвла 4-2-1 против 5-4-3 у хомана. Ой, какое окружение от лабиринта шикарное. Конечно, в последние месяцы такого нет. Почему-то хоманы резко перестали агрессировать с Маунтан Кингом. Я не знаю, кстати, почему. Мне кажется, это упущение от них. 69 лимита на 70. Пока что абсолютное равенство у нас. Мне не нравится вот теперь надо Леону по-хорошему героев качать. Он бегает как-то очень странно пытается Крипджек пистая на лабиринты. Так надо было раньше делать на самом деле. Он находит прямо сейчас своего соперника. Болт Финга это уже 100% минус Финга. Финга его не надо койлить. Но это делает зачем-то. Лабиринт в итоге Финга все равно умрет. Там от Найтов ничего не спасется. Они перегоняют Финга даже под аурой. Очередной Паук умирает. Еще один кажись умрет. этот закопался еще умрет. И вертолетики прям всю армию здесь теряет в одной части лабиринт. Вот собственно о чем я и говорил. Новые Найты ну относительно новые конечно же 4 года с патча 1.31 прошло. Они прям явно переворачивают ситуацию в этом матчапе. Дарк Рейнджерка также окружается. Леон неплохо микрит и пытается лич что-то передать но не удается. Это инвул был. Но кстати а нет мне показалось маловым кингломерам. Это все та же Дарк Рейнджерка просто запоздал и какое-то узнамление. Очень хорошо посражался здесь Леон. Прямо очень качественно. Грейда у него уже 2-2 у Лабиринта тоже 2-2 У Леона 3 барака он то есть мастит коней с 3 бараков. почему-то на просцене так никто не делает. Только только Fortitude я видел таким занимаются. Вот Сок Хавк как-то нет. Они игнорируют возможность вот Леон нам показывает что это рабочие страхи. Ну и Fortitude сам самый первый работает на примере самого лучшего игрока современности Хэппи. 66 лимита на 70 И он как будто больше но 5-ый лич уже имеется у Лабиринта и он дает о себе знать огромное количество урона. Вот зачем надо было коэлик спиндаш если ты его все равно съел? Если он все равно умрет? Этого мне не понять. рабочий сдох просто пак очередной конь падает падает также вурдалаки дестройер первый в воздухе еще дестройеров морфит прямо сейчас лабиринт нету вертолета у Леона соответственно он не может нормально с ними бороться и и так же нет вертолетов а это означает что финды могут спокойно закапываться им ничего не угрожает вот уже летят два первых сооружения технических но достаточно поздно все по-хорошему вот так не сливать вертов надо всегда их копить и только потом не то чтобы критмассе а просто с огромным количеством вертолетов большим количеством уже иметь неплохие шансы побеждать сражений то есть их показывать надо не сразу а чуть позже скопить пару-тройку и уж потом как раз таки с дестройерами воевать а то вот когда они по одному прилетают они отдаются в итоге нет антиаэр плохой четвертый левел у Деснайта здесь неплохо уже лабиринт для себя сражается покипает видимо гуля нет вот смотрите вот просто по два вертолетика прилетают они не копятся они вот прилетают и умирают и зачем так надо делать я не понимаю просто ставишь реллипоинт на воркшопах где-нибудь здесь у тебя копятся не знаю там 6-8 вертолетов и только потом ты их выводишь в битву и они не отдадутся они наоборот прям максимально эффективно себя проявят они убьют как минимум одного дестройера там ну ману у Деснайта не бесконечная она быстро заканчивается если если чел не 120 статуи новые подстраиваются Леон пытается закрепить красную у него очень битые герои надо аккуратничать и немцы падают барабаны клана песня войны плюс 7% к урону всей армии неплохо в принципе для него уже 2-3 грейды делаются 3-3 у Леона 2-2 делается 3-2 2 и гаргов 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 строит у нас лабиринт кореец делает ставку именно на воздушных юнитах интересно почему он будет вертолетики именно гаргами контрить интересное решение вообще грейды 3-2 просто сумасшедшая а там 3-3 вообще сейчас будет ой какая нова залетела по паладину его в итоге стартнули шреддера жалко хотя наверное не очень потому что почти 3000 дерева имеет здесь Леон ого здесь проход нарыл кстати вот еще примечательность карты спрингтайм даже несмотря на то что ты здесь выпилил лес здесь все равно есть барьер вот так ну как бы проход это не отменяет но его можно каким-то зданиями застроить вот то есть здесь нет такого как на эхайлос где ты весь лес вырубил и у тебя буквально голая база стоит нет здесь естественно защита присутствует что за найти такие плохие даже скойла забирают лабиринт не жалея маны хотя мне кажется это было такое себе решение потому что не дай бог залетел бы став там полопоманов молоко охренеть сколько сколько рыцарей у леона у него 11 рыцарей прямо сейчас напротив гарк нет абсолютно ничего в итоге в итоге подстройка лабиринта более чем сработала и против гарк он пытается он ли он сделать танки проблема в том что может добить здание там доделывается бараш доделывается бараш не успел добить воркшоп здесь лабиринт в итоге танки выйдут и будут стрелять ауе уроном по горгульям 74 лимита на 80 безумные здесь сражения правда деснайт подставляется у деснайта кажись есть инвол да пока что он он живет клэпает зачем-то маутенкин непонятно зачем выходит первый танк и с баражем начинает прям суматоху наводить по воздуху андеда а дэд рыцарь нет его стапает точнее хилит на последний хп леон но этого пока что не хватает 71 лимит на 68 равные саблаи примерно сейчас если выйдет второй танк то там точно воздуху не задобровать а ведь он скоро выйдет но правда куэлдоджи с леоном прекрасный контроль нам здесь демонстрирует немец и выходит второй танк второй танк там сумасшедший ауе сплэш урон нету свитков ничего нету лабиринта против этих танков и складывается ощущение как будто бы ну прям не хватает дредлорда чтобы сдувать эти осадные сооружения осадные юниты а лабиринт втихаря поставил базу по центру пока пушил и здесь у него теперь имеется проклятая земля и он на ней регенится окей ванда закончился мэй ну хум она скоро тоже последняя шахта осталась вот она танки сюда приехали три танка три танка разберут абсолютно весь воздух андет я даже скажу больше два танка разберут и хрен зафокусишь у них три грейда на защиту и еще девушен оуру помогает и огромный сплэш урона не наносят прям сейчас четвертый танк подъезжает 79 лимита на 79 абсолютно равный соплай но у Леона он гораздо качественнее подставляется лич пока что живет надо танками бить именно по воздуху какой там сумасшедший урон просто его немножко недоконтролировать надо всеми танками бить по воздуху да вот сейчас посмотрите как гарги быстро умирает от этого сплэш урона свиток заюзал здесь лабиринт магазин позволяет это делать 3-3 грейды у гаргулей погибает паладин от коэл но и 3-3 грейды у найтов 2-3 на танках они просто весь воздух сейчас реально разберут но к сожалению этого Леону кажись не хватает все гарги там падают уже 100% паладин на воскресе сейчас мне кажется мускую умол опять улетит нова прекрасная по армии хумана 3 танка осталось но эти 3 танка все еще вносят огромный импакт вы посмотрите на этот сплэш урон но мне не нравится что Леон да забыл эти танки в итоге они отдаются все 3 стафа потратил здесь немец и этот танк умрет именно так и нет так не происходит стафается все таки это осадное орудие и на халяву хилится лабиринт в свою очередь делает транзишн финдов до их он прекрасно понимает что сильно вложился соперник в танки соответственно можно делать финдов да и коней там осталось не так много хотел бы сказать но там реально до сих пор много коней с 3-3 грейдами почему бы не делать баньшей вопрос мне кажется лабиринт бы мог продолжать в гарк играть если по нему как раз дредлор по третьим героем он поэтит танк издувал на раз хотя сомнительно лимит по-прежнему равны у Леона здесь уже шахта скоро закончат точнее у лабиринта здесь скоро да и у Леона тоже у Леона даже быстрее закончится а как так потому что Леон здесь харасс точно в итоге последняя шахта останется по центру и ее сейчас контролирует лабиринт три танка сюда подъехал у них грейды 2-3 делается третий апгрейд на атаку это было 3-3 танки и 3-3 кони на 3-3 финдов дистров героя лучше естественно у лабиринта ой здесь сэндвич хочет такой создать Леон и кажись пора драться но какой-то вялый сэндвич тут получается клэп по всей армии андеда погибает уже два коня ультимейт леча на поле боя кстати против танков он вообще неплохо заходит и против найтов тоже надо срочно болт кидать этого самого леча но это игнорирует эту возможность как раз таки Леон я не знаю почему падает у нас значит статуи первая и вторая это успевает заморфиться все-таки койлнова по паладину его никто и ничто не ставнет 66 лимита на 68 лимиты по-прежнему равные но у Леона нет денег ни на что он не может ничего сейчас воскресить и здесь кажется просто сыпется Хуман он это прекрасно понимает и это GG лабиринт одерживает в итоге победу на карте спрингтайм вот такой вот интереснейший матч получился между этими игроками я надеюсь он вам понравился и вы за это поставите лайк пишите ваши комментарии по этому поводу по этой игре как она вам как вам подстройки от обеих сторон от обоих игроков и так же подписывайтесь на канал ну а для вас комментировал Лай до новых встреч друзья пока